С воскресным днём, дорогие братья и сестры! Всем, где сегодня святая церковь вспоминает всех праведников Ветхого Завета. Дорогие, в сегодняшнем евангельском чтении мы слышали притчу о званных на царском. Пир этот, это пир в Царстве Небесном. Об этом четко говорит то, что Господь эту притчу сам не сказал. В ответ на возглас одного из присутствующих на трапезе, блажен, кто вкусит трапезу в Царстве Небесном. И в ответ на это Христос рассказал тритчам о званных на царском. Вот эти званные на царском. Да это мы все звали. И вот как часто В ответ на призыв к Богу вместо того, чтобы исполнить наши правила, вместо того, чтобы в праздник посетить церковь, мы начинаем отговариваться со своими всевозможными делами. Мне нужно что-то успеть по работе, мне нужно что-то сделать для дома, мне что-то нужно посетить близких, друзей и так далее. Для всего мы временем. А вот очень часто Господу уделяем сугубо по остаточному принципу. Хотя опыт нашей христианской жизни, он нам подсказывает, насколько верны самые слова Господа, что без меня не можете творить ничего. И когда мы вместо того, чтобы посетить воскресную или праздничную службу, отговариваемся какими-то самыми неотложными делами, то потом оказывается, что все равно мы и дел-то не сделали, время зря протянули. А если что-то и сделали, то очень часто это все потом самим и приходится переделать. А мы, дорогие, отказываемся от самого главного. Мы отвергаем любовь Божию. Вместе с тем, когда мы уделяем вебе Господу, то порой удивительно, как быстро, как благополучно и совершаются наши земные дела. Кстати, вот жизненный пример святителя Луки, архиепископа Крымского, он очень хорошо это подтверждает. Бывший министр здравоохранения, генерал-полковник медицинской службы, В прошлом Юрий Леонидович Шевченко, ныне Юрий Георгиев. Он, на мой взгляд, написал лучшую книгу про святителя Луки. Потому что он рассматривал не только его путь как христианина, путь святителя, путь исповедника, как то, что мы находим и во многих других, практически во всех книгах про святителя Луки. Но он разбирает и его вклад в отечественную медицину. Он в своей книге сам и разбирает те, в каких направлениях медицины он дал толчок, чем он занимался непосредственно, чем занимались его ученики и так далее. И вот он приходит, вроде бы к неожиданному выводу, что когда будущий святитель принял священнический сам и стал, как бы, трудиться на два фронта, и продолжая преподавать в Ташкентском медицинском институте, читая лекции, кстати, замечу, что лекцию он всегда читал в Виасе, после того, как он принял сам, всем не делал операции, вел больных, и вместе с тем он и служил как священник. И в это время продуктивность его медицинских трудов, она резко возрастала. Хотя, с человеческой точки зрения, естественно, он в медицине стал уделять времени несколько меньше, потому что он должен был уделять время и своему пастырскому служению. Далее, в конце 20-х годов, у него между, после одной из очередной ссылки, у него был сложный период, когда он вроде бы оказался без кафедры, потому что, естественно, та кафедра, с которой он уехал в ссылку, она за его отсутствие вынуждена, она была уже занята, вот, место в медицинских учреждениях тоже, и вот он, всем здесь, как он пишет в своем, в своей автобиографии, «Я полюбил страдания», он это рисует так, «Меня посетила греховная мысль, что я весь себя должен посвятить медицину». Да. И он вроде бы ушел в медицину. Но продуктивность, эффективность его медицинских трудов резко упала. И те его операции, которые до этого были блестящие, если собирали множество учеников, многие приезжали, присутствовали в операционной для того, чтобы посмотреть, поучиться, как если мы, если святитель, он оперирует, то многие операции стали кончаться неудачно. И вот, когда вот он это осознал, это была действительно греховная мысль, это было искушение от Лука, и подал прошение местоплестителю Патриаршего Престола, Метаполиту Сергею, о том, чтобы его назначить на какую-нибудь архиерейскую кафедру, вот после этого и результативность его научно-медицинских трудов резко вновь возросла. Так вот, дорогие, вот будем об этом помнить, будем не забывать о Господе, о том, что Господь нас зовет в Царство Небесное, чтоб нам не услышать печальные слова, что истинно говорю вам, что никто из ванных не вкусит, на этом врачном да не будет этого с нами, храни вас всех, Господь. Причастник. Причастник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова